Ну, мы согласились бы за определенную сумму. А вы хотите продолжительный и многократный секс? Первый раз, да, у вас такое, что втроем? Приват дороже. Ну, ты как договаривались тогда, без купальника, да? Раз, два, три, четыре, восемь! Ребят, всем большой привет! Мы на самом деле реально не ожидали, что у нас получится вот такой вот выпуск. Мы думали, выйдем, снимем, как обычно, полноценный и простой пранк. Но у нас получилось уломать девушку на то, чтобы она разделась. Ребят, просто досмотрите эту конфетку до конца. Этот выпуск реально можно отнести к одним из лучших на нашем канале. Это просто трэш. Я ничего вам не буду спойлерить, как всегда. Я хочу, чтобы вы увидели все своими глазами, получилась конфетка. И да, ребят, конечно же, я не забыл про розыгрыш. В предыдущем выпуске мы говорили то, что в этом выпуске мы объявим уже итоги. В общем, победила девушка с ником Света Акула, да, по-моему? Победила девушка с ником Света Акула, но она не оставила ссылку на свой контакт, чтобы мы с ней связались и отправили уже ей денежку. В общем, Света Акула, напиши нам обязательно. Мы тебе отправим денежку. И, ребят, так как к вам многим зашел этот розыгрыш, вы многие участвовали, мы под этот выпуск опять же запускаем розыгрыш. Только уже будет три победителя по 5000 рублей. Общая сумма 15000, как вы уже поняли. В общем, условия абсолютно такие же. Нужно подписаться на этот канал, нажать обязательно на колокольчик, написать абсолютно любой комментарий и поставить лайк под этот выпуск. Все, ребят, в принципе, условия абсолютно простые. И участвуйте. И, как всегда, в следующем выпуске мы уже объявим опять же этих трех счастливчиков, трех победителей. Ну а вам всем, ребят, приятного просмотра. Мы начинаем. Погнали. Ребят, мы уже практически приехали до нашего пассажира. И сейчас я вам хочу показать один крутой сайт, о котором я недавно узнал. Я уже что-то наподобие видел, но здесь мне понравилось именно само оформление, что тут все удобно работать с телефона, с компьютера и так далее. В общем, называется он Rich Game. Я сейчас уже пополнил свой баланс на 1000 рублей. Объясняю вкратце, как здесь вообще играть и как выигрывать. На самом деле, очень все просто. Видите, у вас бежит коэффициент. Вам нужно вовремя остановиться, пока не произошел краш. То есть, смотрите, он уже дошел до 5, все, на 5 сейчас произошел краш. В общем, ребят, он вроде бы начал давать. У него было 2 краша подряд. Сейчас, в общем, делаем ставку на 500 рублей. И я надеюсь, сейчас хотя бы до 1,5 дойдет. И мы хотя бы отобьем бензин за этот выпуск. Давай, дай нам хотя бы 1,5. Мы же так не жадничаем. Найс. 1,5. Отлично. Давай полторашку поставим. Попробуем дойти, короче, до 1,5. Это там, кстати, будет нормально. 10х. Полторашку, короче, попробуем дойти до 1,5. Кстати, смотри, сейчас 3, уже 4 ставки, короче, на общую сумму 5,600 поставили. Так, ставка принята. 5,600 общая ставка, давай. 1,5, 1,5, 1,5, давай, давай, ну давай. Найс, сучка, найс, блядь, найс. Выебал. Отлично, просто отлично. Ну что, в общем, ребят, мы сейчас дошли до 10 тысяч рублей. Потом я еще, короче, поставил двушку и думаю, сейчас все, до 2х доходим, все, точно останавливаемся. В общем, слили и все равно я решил остановиться. Сейчас на балансе 8,220, но опять же, радоваться пока рано. Я ставлю сейчас эти деньги на вывод. Так, 8,220 я ставлю на вывод. Соответственно, выводить я буду на свою карту. Вывести их тут можно на карту, Kiwi, Яндекс кошелек и так далее. Я буду выводить на банковскую карту. И мы сейчас уже едем, потому что нам уже надо ехать за пассажиром. И в конце этого выпуска как раз я уже зайду и покажу вам, пришли деньги, как они доходят и так далее. Ну а вам всем приятного просмотра. У кого классная чуйка, обязательно заходите. И, ребят, самое главное, не жадничайте. Ну а вам всем приятного просмотра. Мы начинаем. Погнали. И да, ребят, конечно же, ссылочку на этот сайт я оставлю, как всегда, в описании под этим видео. Так что переходите, зарабатывайте и всем вам удачи. Ну что, ребятки, еще раз всем вам огромный привет. Мы уже приехали. Сейчас будем звонить пассажиру. Пока не знаем, кто это будет. Ну и, в общем, погнали. Звони. Дэн, в общем, сейчас звонит. Мы в этот выпуск решили Саню не брать. Мы в этот выпуск решили Саню не брать, потому что вы нам в прошлом считали то, что втроем, типа, очень много. Поэтому мы сегодня будем вдвоем. Сейчас Дэн звонит, и я пересаживаюсь. Слышал, сразу узнай про переднюю. Алло. Алло, здравствуйте. Такси подъехал. Выходите уже? Да, выхожу. Я, получается, к подъезду подъехал. Да, к подъезду. А вы будете одна? Да, одна. Садитесь тогда вперед, у меня сзади не убраны. Предыдущие пассажиры с пачком. Садитесь вперед. Хорошо? Хорошо, все. У вас подъезд, получается, третий подъезд? Да, третий. А, все, отлично, тогда все, жду. Все, хорошо. Бля, еще и девушка отлично. Кстати, по голосу такая вроде милая. В общем, все, ребят, я, короче, пересаживаюсь назад, и мы начинаем. Да, быстрее, пока не все. Слышь, вон она, походу, идет. К нам, да? К нам, слышно? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня тут второй. Здравствуйте. Что я? Сейчас просто такси подвое ездит. Мы вас вдвоем сегодня отвезем. Витя, Виля. Не против, если что, мы вдвоем поедем? Да, как-то вроде такси, но как-то ладно, окей. Ну, просто меня уже здесь как бы некуда. Пашеком, пугай, идти покурят. Мне придется остаться вместе с вами. Как получается? Адрес. Все. Ну что, поехали? Вы готовы все? Сейчас, подожди. С Богом, поехали. Так, мне пристегнуться надо. Вам тоже желательно. Да вам принять меня обязательно? Да не, я лучше расстегнусь. Так безопасней. Че, поехали по инспеху? А вы вообще часто на такси ездите? Да, приходится. Первый раз, да, у вас такое, что втроем? Это именно про такси? У нас просто групповое такси вообще. Это очень интересное. Ну, движение. Кстати, хотите, я вам крутой анекдот расскажу? Ну. Вообще классный. Приходит, ну, мужик, короче, и такой говорит, а кто последний? Ему говорят, за мной будете. Он такой спрашивает, а можете меня пропустить, мне по-быстрому? Ему отвечают, всем по-быстрому, мы ее всего на час сняли. Это где у него такое? Шутка для дураков. За на 30. На право. Да, у меня навигатор, я все вижу. Так. Здесь я уже разберусь. Что у вас за работа? Интересная работа. У нас тоже интересная работа. Такси? Нет, ну вообще такси на самом деле это... Или так. Такси, ты можешь сказать, у нас хобби вообще такое. Девушек влазить. У нас вообще там свой автосалон имеется. Такси это так хобби. Да, интересное хобби. Только заняться нечем. Нет. А вы чем работаете, чем занимаетесь? Я танцую. А? Танцую. Да ладно, танцуете? Да. Кстати, по-вам видно, а что танцуете? Ай, много что. Интересно. А что, может нам станцует что-нибудь? Я не на работе, я отдыхаю. Ладно. У нас сегодня, кстати, акция для вас есть. Да? Это как раз. Ну не знаю, там, станцуйте, может нам вас бесплатно довезем. И часто такая акция идет. Ну это специально для вас. Вик-приложение. А что, правда, что танцуете? Гоу-гоу, пол-дэнс. Гоу-гоу это типа этого? Стриптиза? Ну, что-то из этой серии, да. Типа брэк-данс. Как крутишься, короче. Вообще-то, гоу-гоу это типа вот это. А, тектоник это такое? Ну это сейчас так называют, типа, в 20-м году. Типа, тектоник это в 18-м году, а сейчас это назвали блог-богу. Ну, тектоник не в 18-м году. Как-нибудь, ну а ты нахера ты где-то танцевала? Он был... Сейчас скажу, какой год это был. Две, три... Так, сколько это у меня? 18-ть. А с математикой плохо я смотрю, да? Да, вообще как-то не очень. Это было 9 лет назад. Вот, тварь, тектоник. В принципе, это недавно, можешь сказать, было. Ну, ну как сказать недавно? Все были молодые. Кстати, слышь, Дэн, вчера, короче, прикинь, член измерял. Сейчас сколько? 37. А чем ты, блядь, мерил тогда? В смысле, чем градусником? Почему градусником? Градусником измерял. Это новая тенденция, так мерить и измерять. Так что, вы нам, кстати, танцуете? Не на работе, нет. А вы как, получается, где работаете? В клубе. В клубе? А что, сколько вам платят за это? Это секрет. Давайте мы у вас возьмем такое мини-интервью. Вы же все равно нас видите первый и последний раз. Можете с нами поделиться. Да. Сколько зарабатываете? Мне хватает. А вы как, получается, за смену зарабатываете? Да. А сколько вам, например, платят за то, чтобы станцевать? Ну, в зависимости, когда как. Ну, вот если бы вы для нас бы станцевали, сколько бы вы с нас дети взять? Приват дороже. Ну, например, сколько? По-разному. Ну, например, мы вообще попросим станцевать нам. Ну, я говорю, приват по-разному стоит. Ну, вот, хорошо, я вам говорю, типа, вот нам, например, мы хотим, чтобы вы нас танцевали. Ну, только на рабочем месте. Что? Ну, мы сейчас на рабочем месте. Ну, мы, а не я. Представьте, что это рабочее место. Представьте. Для вас должно рабочее место быть везде. Везде? Это как так? У меня тут пилона нету, ничего нету. Ну, да представьте, вы так на улице летом будете, например. На улице же многие танцуют. У столба, да? Да. Можно у столба, кстати. Вы бы станцевали бы нам? Нет. Мы посмотрели бы. Вряд ли. Работа и работа. Вне работы это вне работы. Да, ребят, по поводу сайта Ridge Game. Забыли раньше записать. Мы уже сели монтировать ролик. В общем, оплата, ребят, пришла. Вот. Уже все подготовили, открыли. Вам все видно. Соответственно, можете смело заходить, играть. Ребят, я лично за этот сайт ручаюсь. Я все проверил. Абсолютно весь сайт я обчекал. Сам там поиграл. Оплата пришла. Так что, ребят, я могу точно сказать, что это не мошеннический сайт. Все работает. Так что я его рекомендую. Переходите по ссылке и играйте. Еще раз повторюсь. Лично я отвечаю за этот сайт. И если вы будете играть, вам оплата придет 100%. Даю слово. Ну а мы продолжаем наш выпуск. Погнали! Танцевать вы для нас не хотите, да? Нет. Почему это? Ну, потому что работа работай, а отдых это отдых. Ну, если не танец, допустим. А что, если не танец? А что? Ну, не знаю, смогли бы, например, раздеться там. Вы же танцуете, наверное, ну, в половину жону. Не в одежде же, наверное, танцуете. Я в купальнике. Ну вот, например, купальника раздеться там. Смогли бы, допустим, заработать еще в поездке. У нас программа такая действует. Да, кстати, у нас эта акция как красиво запустилась. Разделся, получил денег. О, интересный, интересный. И много так ездит? Ну, мы только недавно запустили эту акцию. Ну, и сколько так? Ну, мы его с нам красивым девушкам только предлагаем. А-а-а. У нас была одна, ехала с нами толстушка. Она тоже хотела раздеться и хотела нам еще денег заплатить. Мы, короче, еле отказались. Они еле отбивались, да? Мы высадили ее сразу. Ну, мы согласились бы за определенную сумму. Сколько просто вам платят? Мы бы примерно такую же наценку сделали. Скажем, заработали, еще бесплатно доедете. Да, еще бесплатно довезем. Все равно видите нас первый и последний раз, кайлом разница. А нам приятно будет. Была, не была. Приятно. Ну что? Я подумаю. Ну, а вообще, ну, Просто из-за интереса, сколько вам платят вообще за танцы? Вот, например, вы в день выходите? В ночь выхожу. В ночь. Вот. И сколько вам за ночь платят? Ну, в зависимости от посещаемости тоже было. Ну, вот в среднем. Средний ценовой секрет какой? Ну, может, в день будет 30-40, полтинник. Это за ночь у вас, да? Да. Ну, вот давайте мы вам 5 тысяч заплатим за то, чтобы вы разделись. Нам-то называть не надо. Ну, просто, ну, просто до лифчика. Ну, да. То есть даже не надо полностью раздеваться. Я в рабочей форме. Серьезно? Серьезно. Ну, вот. Это что у вас там за форма? Купальник. Серьезно? Да. Ну, вот как раз. С работы же. Вам даже стеснительно не будет. Просто до купальника разденетесь, и все. Плюсом, вы даете бесплатно, еще денежек получите? Ну, вообще, все удобства. Да. И по обслуживанию. Лучше быть не может. Лучше и такси. Вам как удобнее? Давайте попробуем. На ходу или остановимся? Ну, не знаю. Так смотрите, какая выгода. Так еще и бесплатно доедете. Ну, нам ехать еще 15 минут, пока. Так что у вас есть... На точке подумаем. На месте? На месте решим. Да. А вы не на работу едете? Нет. Девушка. Чего вы смеетесь? Неожиданно. А вы хотите продолжительный и многократный секс? Это что вы мне предлагаете? Не, ну просто хотите. Нет. Тогда я создан именно для вас. Ну, так что? Может, вместе тогда пойдем? Куда? Ну, куда вы едете? Домой ко мне, да? Да, я с вами, что же, были просто акшен. Все, что? А вы домой? Да, и отдыхать. А, вы отдыхать домой? Я думал, вы отдыхаете куда-то там едете в клуб, там еще куда-то. Нет. Отдыхать. Ну, тогда мы с вами с вами все остались. Тогда мы идем с вами? У нас просто, ну, сами вы уже поняли, групповое такси как-то. Ага, групповое. И все услуги групповые, да? Да. Обязательно никак. Это как это все вместе или кто-то свечку просто держит по очереди? Ну, договоримся. По ситуациям. По ситуациям? Прикольно. Интересные услуги. Что у вас там? Можно прям ли я помню? Где? Вон там. Где? Покажите мне тоже. Собачки. Главное меню. А у меня, кстати, один раз, короче, этот, бывшая еще, короче, девушка, короче, была. И она такая звонит мне и говорит, я уже, короче, к дому подхожу, сделай мне по-быстрому что-нибудь с яйцами. Я такой, ну, хорошо. Она, короче, приходит домой и говорит, ну что, ты сварил или пожарил? Я ей говорю, в смысле, побрил. И ей, наверное, было очень вкусно. Кормил? Позавтракал, пообедал, поужинал. Я так и не понял, на самом деле, почему она недовольная осталась. Да, ну, грустно. А вы понимаете? Просто у девушек логика немного другая. Ну да, мы вообще по-другому думаем. А что она хотела-то? Кушать. Кушать? Кушать, просто кушать. Кушать яйца? Кушать яйца уголовные. Да. Боже, ганнибалы такие. Что-то мы отошли от темы, девушка, ну вы что, раздеваться-то будете? Вы что, думали, мы забыли? Совсем забыли, да. Да, совсем забыли. Тема такая, раз и ушла, плавая. Ну так что, давайте пока договоримся, сколько вы? За пять тысяч разденетесь? На минутку. Да, достаточно просто раздеться, снять такой же надоливчиком и все. За пять тысяч вот так вот, видите? У меня купальник. Но можно купальник тоже снять? Нет, купальник я не сняла, я могу до купальника. Купальник вообще никак? Вообще никак. Ну давайте до купальника. Только до купальника. Ну давайте до купальника. Работаю в нем, и я и буду в нем. Ну, когда приступите? Да, доберемся до места. Можно, в принципе, пока в пути едем. В пути? Да, мне как-то, бабу, мне охота оказываться. А вдруг мы там приедем, там бабушки будут сидеть на лавочках и будут смотреть на вас? Ну, выслушаем классный комментарий. Ну да, бабульки любят такое, я слышал. Да. Подкинем им огонька. Ну да, нам тоже огонька подкиньте. А после этого, что потом тогда к вам? Как обычно. Тогда мы идем в Пал. У нас не помните? Нет. Мы же вас уже отвозили. Да. Мы же потом к вам какие-то помните. Да. Наверное, я, наверное, где-то спала. Ну да, вы это спали. Лунатизм. Что, мы, может, почти приехали? Да. Да. Вы готовы? У нас только одно условие есть. Так, кто сухонит. Здесь нужно под одну музыку. Она нам очень нравится, мы ее очень любим. Мы ее прям обожаем. Это, короче, наш друг читает рэп. И под нее, короче, если разденетесь, будет вообще круто. Да. Ну и все равно танцевать умеете. Значит, по-любому там классно двигаетесь. Так, наверное, еще подальше от людей, да? Это все индивидуально. Мы вам давайте денежку тогда на карту скинем. У вас есть барбан? Да. Ну да. Глупый вопрос. Есть такой. Можно, если что, на телефон вас поснимаем? Мы сюда приехали, да? Да. На это звучало? На телефон? Ну, что-то прямо, в общем. Ну, мы другу потом покажем, что мы под его музыку, типа, как девушка классно танцует. Угу. Это зачем ты дальше? Ну, подальше от людей, наверное. Ну, как бы я в фонике. Ну, ты как договаривались тогда? Без купальника, да? Без купальника. Договаривались. Я в купальнике. Сейчас мы вам музычки тогда навалим. Вы готовы? Можете, да, отсоединиться. Вы знаете, кстати, кто такой МСПОХ? Нет. Вы когда танцевать будете, сможете сказать МСПОХ, привет? Мы ему потом покажем, ему приятно. Чуваки, он спор здесь. Сейчас будем читать свой текст. Вы можете сказать МСПОХ? МСПОХ, привет. МСПОХ, привет. Не только он танцевать. Слушайте мой текст, наверное. Качает он вас. Давайте. Раз, два, два. У него даже фото покажет. Весной в лесах очень хорошо. Можно под березой найти их домом. Можно поебаться от пустичных кустов. Можно ососать кежих местах. Можно яйца отрезать кабану. Вам не нравится музыка? Ну ладно, давайте и хотите без музыки. Что-то не то. Да вы не стесняйтесь. Нет, что-то это не то. А у вас не такая играет музыка? Нет, конечно. А какая она играет? Ты выключи пока. Хотите, давайте просто скажите. Просто скажите вот ему, например. Ты ему потом только передай, как девушка сказала. Там, например, привет, МСПОХ. И все, можете начинать. На кого ПОХ? Ну у него ник такой МСПОХ. Типа ему вообще типа на всех ПОХОЛЬНО. Он живет как хочет. Он гангстер. Гангстер ему по голосу лет так, наверное, двенадцать. Нет, он взрослый. Ему двадцать восемь. Ой, господи. Это что, употреблять надо было? Что-то такой голос. Ну что, девушка, вы будете? Девушка долго думает. Вам же, вы уже танцуете постоянно. Вам уже должно быть. Но не в таких условиях. Почему здесь в машине танец как раз самое то? Привет, люди! Ну да, тут люди. Ну вот еще и людей порадуете. Чем собой? Ну что, девушка? Вы долго? Мы будем сидеть. Давайте музыку включим еще раз. Ну, солнце еще высоко. Солнце уже нет. Да, давайте под музыкой. Да, давайте. Давайте еще раз. Ну ему просто будет прям приятно, что под его песню... Да, слушайте, мы честно, да? Да, да. Качает он вас. Давайте. Качает. Раз, два, три, четыре, восемь. Да, вы можете как-нибудь там вот так потанцевать? Да, да. Да. Можете, в принципе, одеваться, думаю. Да? Да, можно? О, спасибо, спасибо. Огромное спасибо. Ну что, можешь купальник тоже туда снимать? Нет. Скажите свой номер телефона, мы тогда денежку скинем. Девушка? Да, сейчас. Девушка не может два делать. Я не умею. Нужно сел одеться. Конечно. Вы свой номер наизусть не помните? Нет. Нет. Два номера, у меня два. Один я не помню. Кстати, девушка, у вас инстаграм есть? Да. Может, добавим вас в инстаграм? Да, давайте можете записать инстаграм. Погуляем с вами, может, потом. Еще встретимся. Мы классные ребята. Я вижу. Вы прямо на два фронта сразу работаете? Там инстаграм, здесь. Ну, два водителя, два фронта, конечно. Как вы так наизусть номер не помните? Ну, потому что недавно его взял, купил. Второй номер. Все, ты инстаграм записал? Но мы с вами по-любому еще проверить, все там пришло? Да. Все, девушка, спасибо вам большое. Мы вам по-любому тогда с вами спишемся. Да, я думаю, когда-нибудь мы все-таки увидимся. Что? Да. Что, может, фоточку на память сделаем? Селфи. Давайте вы сфоткаете селфи, а вы нам потом скинете в инстаграм. А то вдруг мы больше не увидимся. У вас будет фотка с нами на память. Ну, давай я сфотка. Будете всем рассказывать, как классно попали в групповое такси. На групповом ворке? Улыбаемся и пляшем. Все? Так скажи на память. Все, давайте. Пятюню. Ну, давайте еще раз хлопком, чтобы было. Девушка, вы что? Нет, надо, чтобы было с хлопком. Давайте. О, кайф. Все, давайте. Удачи вам. Всего хорошего. А вы за поездку будете платить? Сейчас. До свидания. Ну что, ребятки, вот такой вот у нас получился выпуск. Мы, на самом деле, в конце очень сильно растерялись. Мы даже, девушки, не сказали, что это был все розыгрыш. Реально, мы не ожидали, что у нас получится уговорить ее, чтобы она вообще разделась. Я не знаю, она... Где она, сказала, стриптизерша, она работает, да, в каком-то клубе? Да. В общем, ладно, не суть, ребят. Мы взяли у нее инстаграм, и мы сейчас с Деном посидели, так поговорили. Давайте просто... Вот здесь, как появится где-то ее инста, давайте просто переходите и дружно все давайте завалим ее подписками и завалим ей директ. В комментариях просто пишите то, что вы от нас, кидайте ссылку, пусть она зайдет и от вас уже узнает то, что она снялась в пранке, то, что это был все розыгрыш. Я думаю, реально будет круто. Девчонка симпатичная, очень веселая, позитивно на все реагировала, постоянно смеялась. Я надеюсь, что то, что выпуск получился реально крутой, годный, мы даже сами такого не ожидали. Что думаешь? Я думаю, выпуск получился на ура. И, ребят, самое главное, обязательно подписывайтесь на этот канал и жмите на колокольчик, потому что очень часто у нас розыгрыши, где два основных условия – это подписка и колокольчик. Денежные призы, часто для вас какие-то смартфоны разыгрываем, там, цифровую технику. Ну, так что подписка и колокольчик – это обязательно. Просто подпишитесь, и вы автоматически будете зарегистрированы во всех наших розыгрышах. Ну, а мы сейчас уже едем домой. Мы сейчас заехали там по делам. Нам уже реально не терпится посмотреть этот выпуск. И еще, кстати, не знаю, буду это вообще блюрить, там что-то замазывать, потому что я сидел сзади, мне вообще не было видно, что здесь спереди происходило. Я думаю, реально получилось круто. Так что, ребят, подписывайтесь, жмите колокольчик. И всем вам большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok